С инициативой сократить число депутатов с 36 до 27 выступил председатель законодательного собрания Вячеслав Логинов. Своё предложение спикер аргументировал общероссийской тенденцией к снижению числа чиновников и депутатов, а также тем, что в области началась большая административно-территориальная реформа. Так, в Преамурии уже два района – Белогорский и Ромнинский – поменяли свой статус на округа. Ещё четыре – Тындинский, Завитинский, Ивановский и Бурейский – готовятся перейти на такую форму работы. Мы в области ведём масштабную административно-территориальную реформу и муниципальные районы преобразовываем в округа. Средняя численность депутатов муниципальных районов – порядка 110-125 человек. При преобразовании численность депутатов сокращается до 15-20 в среднем. И поэтому для того, чтобы эта в том числе реформа дальше шагала успешно, мы должны как высший законодательный орган субъекта начать с себя. По словам Вячеслава Логинова, сокращение депутатского корпуса на 25% приведёт к экономии бюджетных средств. Председатель Заксобрания предложил направлять эти деньги на жилищные сертификаты для детей-сирот. А работа парламента никак не изменится от снижения численности народных избранников. К примеру, в Приморском законодательном собрании всего 40 депутатов, а в Хабаровском крае, который по площади в полтора раза больше Примория – 36. Предпосылок к ухудшению эффективности работы с населением я не вижу. Ведь эффективность работы депутата заключается не в том, сколько раз он съездил на свой округ и не в том, сколько муниципалитетов он посетил. Во-первых, эффективность депутата заключается, во-первых, в том, насколько он доступен для населения и открыт. На заседании также принят законопроект, расширяющий список предпринимателей, которые смогут воспользоваться патентной системой налогообложения. Теперь получить льготу смогут компании по разработке строительных проектов, возведению зданий, инженерных конструкций, оказанию бухгалтерских услуг, финансового аудита, налогового консультирования, а также занимающаяся курьерской, рекламной и арендной деятельностью. Кроме того, законопроектам предлагается снизить на 21 год стоимость патентов в два раза по тем видам предпринимательской деятельности, которые признаны наиболее пострадавшим в период распространения новой коронавирусной инфекции. Это услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания. Этот же вид деятельности только без зала для обслуживания посетителей. Это деятельность по организации автобусных перевозок, внутригородского и пригородного сообщения. Это организация занятий по физической культуре и спорту. Это услуги, экскурсионные, туристические. Такое послабление прежде всего направлено на поддержку бизнеса в условиях ограничительных мер из-за пандемии. Пониженный размер предложено распространить на весь 2021 год, начиная с 1 января. Юрий Камышный, Амурское областное телевидение.